Как не потеряться на рынке тюменских новостроек? Спросим у нашего гостя, руководителя отдела по работе с застройщиками агентства недвижимости Сова Александра Косогорова. Если у вас есть вопросы, вы можете их задать по телефону 682-147. Доброе утро! Доброе утро! Ну, покупка квартиры вообще дело очень ответственное, да? Вот как сейчас обстоят дела на тюменском рынке? Тюмень строится очень хорошо, строится как не только в центре, да, потому что тут точная застройка, но и уже расширяется, то есть осваиваются новые районы, строятся новые проекты. Сейчас даже уже переходит строительство за объездную дорогу. То есть тюмень очень хорошо строится и очень хорошо покупается. А цены-то у нас растут на недвижимость или наоборот падают? Ну, я ни разу не встречал, что цены падали где-то не только на строящееся жилье, но и в магазинах. Цены, они не растут, они идут также в ногу со временем, так скажем. То есть по мере поступления новых проектов, по мере строительства домов, то есть цена зависит также от стоимости дома. То есть если это самая минимальная цена, это самое начало стройки, то самая максимальная цена, это ближе к концу строительства. То есть она, соответственно, и повышается. То есть чем ближе ваш въезд, так скажем, в вашу квартиру, тем цена не за вашу именно квартиру, а за КИК и остались, она выше. Ну, вы правильно сказали, потому что город действительно расстраивается, уже и центр города, и за центром, то что у нас немножко подальше. Но что сегодня больше в большом спросе у тюменцев? В большом спросе он, как всегда, остается, этот центр. Почему? Потому что здесь очень мало земли и точная застройка. То есть здесь, если дом строится, то он один строится. И, соответственно, спрос большой, потому что все хотят в центре, не хотят стоять в пробках, там, с микроволюнов и так далее. Самый большой спрос. Ну, тут и самое малое предложение. А вообще сейчас пользуются спросом очень хорошо, это спальные районы. То есть это Тюменский микрорайон, МЖК, ММС, Мыс. И сейчас новый микрорайон, это Тюменская Слобода. Там очень хорошо квартиры покупаются. Через Чирижский, Московский тракт можно спокойно доехать до города. Люди это прекрасно понимают и покупают. То есть вот сейчас в большей популярности это все-таки спальные районы. А что касается планировок. Вот кто-то любит необычные, кто-то любит стандартные. Вот тут что больше у нас любят Тюменцы? Сейчас все чаще встречается, что Тюменцы, да и не только Тюменцы, вот, хотят кухни-гостиные. То есть совмещенные гостиные. Совмещенные, да. То есть можно расположить кухню, барную стойку и тут же такая гостевая зона, где можно посидеть с либо семьей, либо с друзьями. Все это чаще встречается. Чаще у конечного пользователя, так скажем, запросы такие. Ну и, соответственно, застройщики, они подстраиваются и сейчас строят в основном, так скажем, 2 плюс, 3 плюс. То есть 3 комнаты полноценные и плюс кухня-гостиная. То есть это очень комфортно, очень удобно, потому что все равно большую часть времени мы проводим все-таки на кухне. Либо с семьей, либо с друзьями. То есть вот такие вот планировки. Ну и стандартные решения, которые вот были раньше, то есть где-то там, допустим, 10 квадратов кухня, 10 квадратов комната. То есть они тоже очень популярны, потому что люди привыкли уже, так скажем, с самого детства в таких квартирах живут. Так что это тоже все, наверное, в спросе. А планировки влияют на цену? Планировки не влияют на цену. Тут влияют больше, наверное, квадратные метры. То есть, соответственно, чем кухня-гостиная, допустим, большая, соответственно, цена выше. Если выбирать стандартную кухню на 12-13 квадратных метров, то кухня-гостиная 20-30 квадратных метров, соответственно, и цена выше. Тут планировка не влияет. Мне кажется, новостройки сейчас, да, вообще разбирают просто как горячие пирожки. И почему сейчас вот предпочитают больше новостройки, нежели авторичку? Ведь новостройка же нужна еще много работы. Черновая работа зачастую. Да, мне кажется, и здесь, допустим, если авторичное, вы жилье возьмете. Такая же стройка. То есть, вы заходите, здесь вам обои не нравятся, здесь вам это не нравится. Вы все переделываете, то новостройка, вы заехали в голые стены, так скажем. Да, сначала вроде страшно смотреть, но вы уже переделаете под себя, сделаете выключатели, розетки на свое место. Поставите двери там, какие вы хотите, окна поменяете или еще что-то. То есть, вы все уже, всю квартиру сделаете под себя. А почему спросом большим пользуются? Потому что, как уже показывает статистика, сейчас люди хотят покупать не только квартиру, ну, скажем, и комфорт, который вот на улице, да. То есть, покупают жилые комплексы, в жилых комплексах квартиры. То есть, они покупают не только там 30 квадратных метров, но и покупают парковочные стоянки. Детскую площадку. Да, детскую площадку, игровые площадки, прогулочные зоны. К этому все входит также и видеонаблюдение дворов там, и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас уже покупают комплексы, не только квартиру, но и комплексы. Из-за этого новостройки пользуются, потому что в старом жиле этого нет. В старом жиле вы покупаете 4 стены, так скажем, и все. То в новостройках вы покупаете целый комплекс. Ну, смотрите, хорошо, я, допустим, решил покупать новостройку, черновая работа там. Что, вот на что еще нужно обращать внимание? На нужно ли смотреть на стяжку? На стены? Из чего они состоят? На что? Ну, все, что состоит, если вы даже не специалист, если вы, допустим, обратитесь к нам в агентстве дежурства, у нас есть специалисты, у нас даже были и бывшие строители. То есть, они вам подскажут, из чего строили, как строили, какая это стяжка и так далее. У нас даже, когда ходят, показывают квартиры новостройки, у нас ходят и с линейками, чтобы вам действительно уже реальные размеры показать. Не то, что вы увидите на бумаге, но реальные размеры. Все расскажут, покажут, где, на что обратить внимание. И когда вы будете получать квартиру, тоже все подскажут. То есть, даже если вы не знаете, вам все подскажут. Вот цены, да, уже разрешение беседы, чтобы вы нас успокоили сейчас, вот предвидится ли повышение цен? Да, ну, наверное, такого резкого повышения цен не будет. Как я в начале беседы говорил, что это плановое, да. Нет таких вот скачков в недвижимости. Если она есть, то она, допустим, повышается раз в полгода. Вот. Ну, это не так значительно, потому что в магазине не точно так же повышается. Вы точно так же живете и не замечаете. И в новостройках вы также не замечаете. Но если вы, допустим, возьмете на начальной стадии строительства, то следующее повышение цен на вас вообще никак не коснуться. Вы купите за свои, там, какие-то свои деньги. Вот. И на этом, на эти ваши квартиры останется стоимость. А повышение его на вас никак уже не повлияет. Спасибо большое за ценные советы и хорошего вам дня. До свидания. До свидания.